МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение избранного два месяца указанное ходатайство судом удовлетворено. Ход и результаты указанного уголовного дела находятся на особым контроле. На сегодняшний момент мы останавливаем сбор. Собрали более миллиона рублей. Спасибо всем неравнодушным людям, всем тем, кто не остался в стороне. Большое спасибо. Думаю, этого будет достаточно. Сбор мы останавливаем. Видео записал один из админов русской общины. К сожалению, сбор открывался до поддержания семьи убитой 23 октября Елены Сафроновой, девушке-матери нашей с вами коллеги-водителя такси. Предположительно, ее убил 16-летний глухонемой цыган. Вы на ютуб-канале «Таксические войны», где я рассказываю и показываю все о нашей профессии. Сегодня мы с вами попытаемся восстановить хронологию событий и понять, сколько же стоит жизнь таксиста. Что делалось и делается для безопасности водителя такси. Но на этот вопрос я отвечу вам сразу. Ничего не делалось и не делается. Недавно был принят закон о страховании, где перевозчик по простому водителю такси страхует жизнь и здоровье своего пассажира. Но, что самое непонятное, потом этот пассажир может вас убить. Мне кажется, это маразм. Давайте разбираться. В тот роковой день 40-летняя Елена должна была работать с утра до вечера. Это был ее крайний заказ. Из поселка Тимофеевка она взяла двух молодых людей и повезла в соседний район. Предположительно, в 17.30 произошел конфликт и ее убили. Вот что говорит пассажир, которого она подвозила до этого заказа. Я с ней дочь из садика забирал. Примерно в районе 6 часов. Все, она нас отвезла и, видать, следующий вызов у нее был к этим цыганам. С этой автомойки есть видео, как садились эти двое цыганок к ней. Это был у нее последний заказ. После этого она никого не забирала, ничего. В течение меньше, чем часа, по-моему, в пол седьмого или в пол восьмого находят ее мертвой. Без машины. Находит тоже, как бы, знакомая моего друга. Она нашла, сообщила в полицию и так далее. Через некоторое время, точно неизвестно, находится эта машина. То, что ее вот эти вот цыгане угнали, где-то сбросили. Самих цыган не нашли, сняли отпечатки и так далее. Сразу же раскидали вот эту ориентировку везде. Так, что еще по инфе? Ну, 4 ножевых у нее получается. Судя по всему, они ее не просто... Где ее нашли? Нашли ее просто около мусорки в луже. Ее, скорее всего, с машины, ее... Ну, судя по состоянию тела, ее именно скинули. Потому что там так же садина вот эта вот цыган. Узнать, местные таксисты перестали ездить в место проживания цыган. Но у меня один вопрос. А почему вы ездили туда раньше? Вы знаете, что там проходит наркотрафик. Что с местом проживания цыган всегда связаны правонарушения. Почему вы все равно тогда туда ездили? Вопрос остается. Возвращение попало двое молодых цыган 16 и 19 лет. Вот что говорит отец 16-летнего цыгана. На самом деле, что в данный момент происходит? Там не было ничего такого, чтобы было эффективного. Я, конечно, сам его привез. Я сказал, если имело место быть, что он это сделал, пускай он как бы по всем правилам, законам его осудят. Пускай там еще сделают. Но если нет этих доказательств, для меня лично это было мало, для адвоката это тоже было мало. Когда жители узнали об убийстве Елены, они вышли на улицу и пошли в место проживания цыган. Начались погромы, люди хотели совершить самосуд. Тут же были пригнаны силовики, которые попытались прекратить беспорядки. Начались задержания. Было задержано около 50 человек, но на данный момент все отпущены, и административные дела в отношении них прекращены. Главный полицейский, который отвечал за правопорядок в этом районе, как я понимаю, был отстранен от своей должности до разбирательства. Но мне так и непонятно, почему он отстранен. Потому что допустил беспорядки, или потому что все-таки действительно произошло убийство. Дорогие жители города Коркина, тоже специально сюда прибыл. Скажу, у меня заботы ситуации, которая справится в области, в целом, вот сюда, только в Коркино. 8 октября по моему распоряжению проводятся мероприятия, в частности, в Коркино, 22 протокола составлены по институтам и правонарушениям. Недостаточно их, недостаточно. Поэтому своим распоряжением сегодня начальник органов Тринфил будет отстранен в исполнении служебных обязанностей и незначим служебным доедом. Это трагедия. По словам местных жителей, цыгане уже всем давно там надоели, потому что где они находятся, там происходит правонарушение. Есть информация, что проходит там наркотрафик. И есть информация также, что и полицейские тоже были об этом всем в курсе. Но случилось то, что случилось, к большому сожалению. Это трагедия. По словам местных жителей, цыгане уже всем давно там надоели, потому что где они находятся, там происходит правонарушение. Есть информация, что проходит там наркотрафик. И есть информация также, что и полицейские тоже были об этом всем в курсе. Но случилось то, что случилось. Сейчас будут ли дела. Как уже мы сегодня говорили, что все, кто был вчера задержан и отпущены. В органе внутреннего дела сейчас никого не находятся. Ну, соответственно, никакие дела. На Челябинской области произошли массовые беспорядки. Местные жители, а также значительное число приехавших для разборок с местными цыганами молодых людей из других городов пытались штурмовать дом так называемого цыганского барона, переворачивали и поджигали автомобили, принадлежащие цыганским семьям, били стекла в их домах. Бегом, бегом, бегом. Ну, это все радует. Это перевернули, которую тачку подожгли. Из нее, походу, без вытек. Интересно, взорвется? Да, не взорвется. О преступлении, вызвавшем массовые беспорядки в Коркино, Тау рассказывала накануне. 23 октября в половине восьмого вечера в частном секторе, так называемом поселке Национальный, на углу улиц Ватутина Черняковского было найдено тело с 40-летней Еленой Манжосовой, она же Сарафанова, подрабатывавшей частным извозом. Женщину, мать двоих детей, убили четырьмя ударами ножа и выбросили из машины. Ее машину преступники бросили неподалеку. В тот же день полицейские распространили ориентировку на двух подростков 16 и 19 лет от роду, подозреваемых в совершении этого убийства. Однако даже спустя сутки разыскиваемые не были задержаны. По городу пошла молва, что юных убийц у себя в доме скрывает так называемый цыганский барон. И уже к вечеру у дома этого барона в соседнем с национальным поселки Тимофеевка на улице Троицкой собралась толпа разгневанных мужчин и женщин, которые стали забрасывать дом старыми автомобильными покрышками и требовать выдать им для самосуда разыскиваемых цыганских подростков. В какой-то момент обитатели дома начали отстреливаться от пришедших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, главный жалоб. Вы не секрет! Дети! Именно сообщение в скорую помощь об огнестрельных ранениях, полученных двумя мужчинами, стало сигналом для правоохранителей о том, что в городе происходит что-то из ряда вон выходящее. К этому времени толпы горожан стали собираться и в других местах Коркина. Преимущественно у магазинов «Пятерочка» и «Монетка». Уже предел! У вас нет предел! Это уже накипело! Вы знаете, народ не разойдет! Здравствуйте! Вы не разойдет! 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 Сообщение о народных волнениях в бывшем городе угольщиков дошло и до областного центра. Благо, Челябинск располагается всего в 35 километрах от города. На подмогу местной полиции выдвинулись десятки гаишных экипажей, а также автомобили спецподразделений полиции и Росгвардии. Женя, куда они едут? Они едут дома, довольно-таки. И что делать? Извиняюсь. И что делать? Нет, не безопасно, слушайте. Одновременно с прибытием силовиков из Скоркино, по словам местных жителей, потянулись машины с цыганскими женщинами и детьми. Так, камера домофона в соседнем Скоркино городе Иманжелинске сняла эвакуацию сразу 20 детей и их мам, сумевших поместиться всего в одну машину Ниву. В Тимофеевке же, перед домом цыганского оборона, выстроилась цепь спецназовцев. Этот жест участники волнения восприняли так, будто силовики встали на сторону цыган. На самом деле спецназовцы готовились к штурму особняка оборона, который вскоре и начался. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, накануне в городе Коркино, в доме номер 66 по улице Троицкой, был задержан 58-летний местный житель, обвиняемый в стрельбе по людям, собравшихся перед его домом. Имя задержанного силовиками не называется, но, вероятно, это и есть тот самый барон, ранее четырежды судимый. Ему вменяется покушение на убийство двух лиц. Как сообщается в пресс-релизе СКР, фигурант не смог довести преступный умысел до конца по независимым от него обстоятельствам, поскольку потерпевшие, некий 38-летний Гусев и 29-летний Сибов, были своевременно доставлены в больницу, где им оказали квалифицированную помощь. Также, чтобы успокоить толпу, правоохранители сообщили о задержании сначала одного, а затем и второго подозреваемого в убийстве таксистки. Вот что о задержанных рассказывает телеграм-канал БАЗа. Предполагаемый убийца женщины-таксистки в Коркино оказался 16-летний глухонемой. По данным БАЗам, днем 23 октября подозреваемый Е. Юрченко был в гостях у своего дальнего родственника, 16-летнего Мануила. Именно его ориентировка была в социальных сетях. Когда пришло время уезжать домой, Мануил вызвал своему глухонемому родственнику такси. За парнем приехала 40-летняя Елена Манжосова. На следующий день семья Мануила увидела в соцсетях информацию об убийстве женщины, а также ориентировку, где были указаны личные данные Мануила. Вскоре после этого они узнали о задержании Юрченко. Тогда Мануил сам вместе с родителями пошел к следователям и дал показания. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля. У парня взяли образцы ДНК и изъяли телефон. Причастность к убийству второго парня, 19-летнего Марселя, который был указан в ориентировке, на данный момент не подтверждена. По словам родственников Марселя, он уехал из Коркина еще более месяца назад. Однако заявление о задержании подозреваемого в убийстве, похоже, не подействовало на толпу, которая решила, что цыгане сами назначили виновным в убийстве несовершеннолетнего глухонемого, чтобы тому дали меньший срок. Начались массовые задержания участников беспорядка. Друзья, немножко полезной информации для водителей такси, потому что все-таки без спонсора тяжело выпускать ролики, это монтаж, время и так далее. Прошу вас понять правильно. Если вы в такси и ищете надежного партнера, рекомендую вам Эксперт Парк, ведь они разработали уникальную программу Эксперт Парк 2.0. Самыми выгодными условиями на рынке для сотрудничества с Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка. Ваша деятельность будет законной, ведь они легальны на рынке более 8 лет. В этом парте вам самозанятом в Эксперт Парк вы получите следующие преимущества. Заказы всего 40 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссий на карты любых банков, круглосуточная поддержка и личный концентр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в ренестве перевозчиков и многое другое. Если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой, получить лучшие условия сотрудничества и формат работы. И подключайтесь к Эксперт Парк уже сегодня. Контакты на экране и в описании под роликом. Работайте легально и зарабатывайте с надежным партнером. На октябре прошли похороны Елены. На Челябинской области проходят похороны убитой таксистки Елены. Мама убитой тяжело переживает происходящее. Ей понадобилась помощь врача. Медики тоже дежурят в зале. На обеспечение безопасности на похоронах Елены Сарафановой будут задействованы порядка 300 силовиков и столько же будут в резерве. Причем число правоохранителей на прощание может и еще увеличиться. С утра люди начали собираться у ритуального зала, где проходит прощание с Еленой. Скорбящие пришли всей округой. Каждый знал ее, уважал, и потому многие не смогли остаться в стороне. Родные и друзья старались выразить свое соболезнование матери Елены. Но как утешить человека, потерявшего свою единственную дочь? Ее глаза, покрасневшие и опухшие от слез, казались бессмысленно смотрящими в одну точку, туда, где среди цветов лежала ее Лена, в последний раз обнимаемая городом, в котором она прожила всю свою жизнь. Тихий шепот в зале, краткие перешептывания разносились волной, но едва кто-то начинал говорить громче, сразу же затихал, будто уважение и почтение к памяти Елены требовали тишины. Мама убитой сидела в первом ряду, едва держа себя в руках. Ее окружили родные, поддерживали за плечи, но боль была невыносимой. В какой-то момент женщина начала задыхаться от рыданий. Подбежали медики, готовые оказать помощь, так как ей действительно стало плохо. На похоронах дежурили врачи, никто не знал, как перенесет это прощание убитая горем мать, и она словно разрывалась от гнева, боли и усталости, потеряв ориентиры в этом мире, где ее дочь больше нет. Безопасность на похоронах обеспечивают сотни силовиков, прибывших из соседних городов. Порядка 300 человек были мобилизованы по приказу руководства, еще столько же в резерве. В зале и на улицах были заметны полицейские в форме и в штатском. Они внимательно следили за происходящим, предотвращая любые возможные инциденты. Давайте попытаемся разобраться, что же делалось или делается для безопасности самого водителя такси со стороны законодателя или агрегаторов. Я вам скажу сразу, отвечу вообще не задумываясь, ничего, ровным словом, зеро. И за последние годы ничего не было сделано, и даже вопрос нигде не поднимается о безопасности самого водителя такси. Но зато всяких алкашей, пьяниц, неадекватов мы должны теперь страховать. Может ли сам водитель такси себя защитить? Мне кажется, может. Да, это будет сложно. Один из вариантов это сделать перегородку. Я всегда говорил, что нужно разрешить водителям такси вносить изменения в конструкцию, и чтобы спокойно ГИБДД это регистрировалось. Ну, говорит, с одной стороны, легко, а вот как сделать, да? И зачастую у водителя такси эта машина предназначена и для семьи, и для работы. Как вот сделать эту перегородку, технически, я не знаю, но я уверен, что есть. Найдутся мастера, которые могут это придумать. Конечно, это будет где-то неэстетично, но какие еще могут быть варианты? А варианты, в принципе, могут быть. Начните тот же АвтоВАЗ выпускать машины, специально оборудованные для такси. Или начните закупать где-то автомобили, предназначенные полностью оборудованные для перевозки пассажиров. И сделайте покупку этих автомобилей для водителя такси на льготных условиях. Или субсидируйте как-то, но об этом даже не думают. До сих пор неоплата такси считается неанонсеративным правонарушением. Я не вижу, чтобы агрегатор писал в своих приложениях, например, что пассажир должен, к примеру, по просьбе водителя сразу же оплатить поездку. Наоборот, агрегатор позволяет не оплачивать поездку сразу. И может за это даже заблокировать водителя по жалобе пассажира. Разве это нормально? Нет, это не нормально. Что сделал наш законодатель безопасности? Ничего. Депутаты вспоминают о такси только тогда, когда о них начинают забывать, их избиратели. И чтобы о себе напомнить, они начинают, что поднимать, самую волнующуюся тему – цены в такси. Поговорив с депутатами, они знают только о том, что цена в такси может дорожать, и что водителю такси нужен путевой лист, и без него он якобы нелегал. Все, что знает наш законодатель о такси сейчас. И все это руководство, которое отвечает за развитие нашего такси, оно ничего не сделало за последние 10 лет, ровным счетом ничего. Наша сфера, она ниже плинтуса уже. Ее запихали, забили туда просто. Но зато одни из тех, кто надзирает на такси в Санкт-Петербурге, покупают себе по нескольку квартир в год. Да, вот такое вот бывает. На законодательном уровне агрегатору скрывать информацию о заказе. Водитель должен получать полную информацию о заказе, отменять беспрепятственный заказ, если он видит угрозу в своей жизни. И не ехать на такие заказы, не брать таких пассажиров. И в приложении, и в правилах перевозки должно быть написано, что вам могут отказать. Все это нужно прописывать, делать и приводить к должному уровню. Но ничего не делается, ровным счетом ноль. Никто даже не знает об этих проблемах, что есть у таксиста. Девушка работает ночью, вот что она к ней сядет двое, что-то она может сделать. А так она приезжает видеть двое, спокойно взяла и уехала. Но она не может, ее держит, если она через агрегатор, ее держит агрегатор. Может она до этого отменила пару заказов, и если она сейчас отменит там этот третий заказ по счету, ее агрегатор заблокирует на несколько часов, и она не сможет дальше зарабатывать деньги для своей семьи. Но это же полный бред, бредятина. Друзья, пишите свое мнение в комментариях. Пожалуйста, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендации, как можно народу смогло посмотреть это видео. Я считаю, что все-таки надо доносить информацию, что в такси полный бардак и нет никакой безопасности. Это для водителя такси и для пассажира, кстати. Субтитры создавал DimaTorzok